МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Не допустить правонарушений в общественных местах такова задача тех, кто выходит вечером на патрулирование улиц родного города. Если в дежурную часть вдруг поступило сообщение, что где-то произошла беда, ближайший к месту происшествия экипаж ППС выезжает на помощь. Его задача оценить ситуацию, принять возможные необходимые меры или вызвать другие структуры, следственно-оперативную группу или участковых. И так каждый день. Служба такая и опасна, и трудна. О тонкостях профессии сегодня говорю с моим гостем в студии. Командир полка патрульно-постовой службы, полиции Управления ВД России по городу Самаре, подполковник полиции Ильдар Аминович Шарипов. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, конечно же, наверное, нет такого человека, который бы не знал о патрульно-постовой службе полиции. Тем не менее, я прошу рассказать вас сегодня, нашим уважаемым телезрителям, конечно же, о своей работе. Ну, я считаю, что патрульно-постовой службы полиции Управления ВД России по городу Самаре является наиболее важной службой среди всех структурных подразделений МВД России, так как, правильно вы заметили, мы оказываемся зачастую самыми первыми на месте происшествия того или иного либо преступления, либо административного правонарушения. Основная задача сотрудников ППС является, безусловно, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности гражданам на улицах нашего города. Как на улицах, так и проведение культурных, спортивных, политических и иных мероприятий, культурно-зрелищных мероприятий. Мы принимаем участие практически во всех таких мероприятиях. Это и День города, День победы, проведение футбольных матчей, ну и иные концертные мероприятия, а также политические мероприятия. Массовое скопление людей в основном во приоритете. Скажите, а вот как работать с людьми, которых очень много, и вот обеспечить именно порядок в толпе, грубо говоря? Ну, это обеспечивается благодаря слаженным действиям коллектива. Сотрудники регулярно принимают участие в рейдовых мероприятиях с иными службами, подразделениями в тесном взаимодействии. Ну, поэтому, благодаря таким рейдовым мероприятиям сотрудники учатся слаженно работать в коллективе, не боятся выполнять любые поставленные задачи. Скажите, а какими качествами должен обладать сотрудник ППС? Вот при приеме на работу вы оцениваете сотрудников? Вы видите, ну, как бы, перспективу его службы? Способен ли этот человек? Ведь у вас очень непростая служба. Безусловно. И мы сами оцениваем предварительных кандидатов, которые трудостроятся на службу в полк ППС. Далее оценивают медицинские работники, когда уже сотрудник проходит комиссию военно-врачебную, оценивают его физическую развитость и подготовленность к службе. Далее психологи проверяют также на адекватность, так скажем, на стрессоустойчивость в первую очередь, ну, и чтобы не было компрометирующих элементов. Таких как? Таких как попытки суицида. Это не воспринимается абсолютно никак. Соответственно, судимость кандидата не должна быть, судимость родных и близких по тяжким составам преступлений. Не должно быть таких моментов, связанных с вождением транспортных средств в нетрезвом состоянии, в наркотическом опьянении. То есть все это проверяется психологами, медицинскими работниками, ну и потом уже кандидаты благополучно трудостроятся в полк ППС. То есть достаточно серьезный список, чего делать нельзя кандидату при устройстве на работу. Ну, вашу службу очень часто называют кузницы кадров, правда ли это? И почему вот бытует такое мнение? Безусловно, с этим согласен, так как служба ППС, наверное, одна из, может быть, даже единственных служб, где сотрудники проводят в основном все свое время на улице. Это не кабинетные работники, это патрулирован на улицах общественность, соответственно, с разным элементом. Это антиобщественный элемент, это и преступный элемент. Поэтому сотрудники ППС получают колоссальный опыт, соответственно, при наличии образования, потом в дальнейшем при взаимодействии с разными службами-подразделениями, повторюсь, при каких-то рейдовых мероприятиях, при командировках общаются, ну и, естественно, некоторые сотрудники принимают для себя решение расти по карьере дальше и реализовывать себя в других служб-подразделениях города Самары. Эльдор Аминович, а вот ППС, ну, мне кажется, вот на мой взгляд, это что-то вроде СИТа. Кто-то через него проходит дальше и идет по карьерной лестнице, как вы сказали, кто-то отсеивается совсем, а кто-то и остается работать дальше в этой структуре. Вот вы со мной согласны? Согласен с вами полностью, но для того, как вы назвали, если полк ППС является СИТом, чтобы удержаться в этом СИТе, безусловно, нужна поддержка родных и близких, и семей в первую очередь. Конечно, конечно. А можете привести примеры, вот какие-то жизненные ситуации, когда поддержка семьи именно сыграла определяющую роль, чтобы человек остался работать дальше? Ну, у меня у самого такой яркий пример, это было не раз и не два. Первый такой пример был, это первая моя служебная командировка в Северо-Кавказский регион в 2009 году, когда у нас с супругой только родился сын, он был очень маленький. Соответственно, я очень переживал за это, то, что супруга останется одна с маленьким ребенком на полгода. Ну, супруга меня поддержала, сказала, это твой выбор, мы тебя поддержим во всем, езжай, выполняй задачи, поставим перед тобой. Справились? Справился, ну и в последующем моя супруга всегда меня поддерживает во всех моих командировках, во всех трудностях, связанных с служебной деятельностью. Расскажите о себе, с какой службы вы начали свой карьерный рост и вообще почему ваш выбор пал, ну, мы сейчас говорим, наверное, да, на органы полиции, МВД? Может быть, это прозвучит банально, наверное, как и большинство кандидатов, которые трудоустроятся в полк ППС, они общаются со мной в первоначальной беседе. И, как и я, наверное, отвечают практически одинаково, что это мечта детства. Ну, в моем случае это не лукавство, это именно так и было. То есть воспитывался в полной семье, и отец меня воспитывал патриотически, прививал, может быть, в тот момент, когда я рос, не было других фильмов, но прививал именно фильмы, связанные с Великой Отечественной войной и с советской милицией. То есть я регулярно потом просмотрел такие фильмы, мне нравилось формное амбардирование, и с детства я мечтал служить в полиции, в тот момент в милиции. Ну, потом жизнь сложилась по-другому, то есть закончил школу, закончил образование, работал в сфере несвязанной совершенно с полицией, но многие друзья работали в милиции. И вот именно друзья звали меня, зачем работаешь на гражданке, никакой пользы не приносишь, сегодня одна работа, завтра другая работа, необходимо служить в родине. Ну, таким образом, друзья мои со службы ДПС ГИБДД позвали, давай, говорит, попробуй, трудоустройся, поработаешь в ППСе маленько, а потом перейдешь к нам в ГИБДД, так как элитное подразделение там. Ну, случилось так, что в 2006 году, в далеком, пришла я служба ППС, завертелась, закружилась. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, служба я начинал с ППС, и все 17 лет службу несу именно в патрон постового службы полиции. Как проходит рабочий день постового, чем занимаются в течение смены, ну и, конечно, расскажите, какие вещи носят с собой. Так, ну, служба постового полиции начинается с инструктажа, то есть ежедневно, в дневное, в вечернее время, утром сотрудники ППС прибывают в специальный оборудованный класс службы, где с ними проводятся инструктажи. Доводится оперативная обстановка, произошедшая за три последних дня на территории города Самары. Доводятся приметы разыскиваемых преступников, доводятся, соответственно, позывные наряды для взаимодействия, чтобы они понимали, с кем взаимодействуют на маршруте патрулирования. Получаются спецсредства, это палки специальные резиновые, средства заковывания движений наручники в простонародье, получают планшетные компьютеры, получают носимые видеорегистраторы дозор 77-78 для фиксации правонарушений, ну и для доказательной базы, так как у нас современный мир, сейчас гораздо проще сотруднику полиции доказать свою правоту. Скажите, существует ли внутренняя служба безопасности, кто контролирует вас? Само собой, во-первых, с постового контролера, мы сами командиры строевых подразделений, это командир рода взводов. А каким образом это происходит? Вы же наверняка сидите в кабинете. Путем гласных и скрытных проверок. Вот так. Да, то есть во время миссии службы он неоднократно подвергается проверке с нашей стороны, с нашей стороны высшестоящего руководства. То есть они так же, как и мы, проводят, повторюсь, и гласные и скрытные проверки, и гласные проверки путем. Потом подошел, посмотрел на сотрудникам, представился, проверил, что сотрудник полиции находится на своем месте, на маршруте патрулированной. Скрытные проверки, с использованием технических средств, то есть даже с использованием тех же видеорегистраторов, чтобы они совершали противоразных действий. Поэтому контроль проводится ежедневно. Какая ответственность у ваших сотрудников? В первую очередь перед собой, а уже потом перед гражданами? Перед собой, но каждый сотрудник, будь то ППС, будь то другой службы, заступая на службу, я так уверенно думаю, должен нести персональную ответственность перед самим собой, что он носит погоны, носит форме амбирования, для того, чтобы приносить пользу обществу, пользу всем жителям нашего города, нашего региона, в том числе и нашим гостям. С какими нарушениями приходится сталкиваться, патрулируя каждый день улицы нашего города? В основном сотрудники ППС сталкиваются с административными правонарушениями, ежедневно такими, как распитие спиртных напитков в общественных местах, появление, к сожалению, граждан в нетрезвом состоянии, в непристойном виде в общественном месте, с такими правонарушениями, как мелкое хулиганство, это когда хамят граждане и прохожим, и сотрудникам полиции в том числе, с правонарушениями в сфере незаконной миграции сталкиваются, ну и с преступлениями, безусловно, преступления в основном это либо с кражами чужого имущества, сталкиваются, либо с открытым хищением имущества, это грабежи, разбой, ну и с сохранением, распространением наркотических средств. Как быстро приезжает наряд ППС после вызова, допустим, гражданин увидел нарушение, вызвал сотрудников ППС, вот как быстро вы приезжаете на место происшествия? Ну, зависит от того, как близко находится наряд. К сожалению, небольшая проблема в полку ППС имеется, и не только в полку ППС, это не комплект, благодаря которому не удается выдерживать плотность нарядов, которую хотелось бы. Ну, а регламент какой? Ну, регламент до 5-7 минут наряд должен прибывать, безусловно, на место происшествия. Да, если прибыл, то что происходит, если прибыл, то не обнаружил на месте преступника, так же какие действия? В свое время докладывают в дежурную часть территориального отдела полиции и действуют по их указаниям. Как вы работаете с гражданами? С теми гражданами, которые реагируют на сигналы, смотрят о правонарушении на улицах и сообщают вам? Ну, основная задача все-таки каждого сотрудника полиции быть культурным, вежливым при обращении за гражданами ежедневно. И я лично, и мои заместители доводят это на инструктажах. Это главное, я считаю. Ну, если... А так реагируем на любые сообщения, там, не только об административных правонарушениях, их преступлениях. Ну, ведь, кстати, согласитесь, сообщения бывают подчас и ложными. Как вы реагируете на них и, может быть, как-то определяете ложный вызов от правдивого? Ну, такой вызов тяжело определить, к сожалению, поэтому мы реагируем на любые сообщения, которые к нам поступают устно, письменно. А там уже по обстановке действия, если подтверждается, то реагируем, если нет, то также сообщаем, что ложный вызов. Спасибо. Круглосуточно в общественных местах столицы полицейские выполняют свою первостепенную задачу охраняют общественный порядок. Они передвигаются пешком и на автомобилях, и с пробесковыми маячками в народе, мигалками. И даже на лошадях. Наш следующий сюжет именно об этом. Михаил Мокшин работает в конной полиции уже 11 лет. Он с детства привык общаться с лошадьми, это и определило выбор его профессии. У деда Михаила была своя конюшня, и маленький внук проводил там все свободное время. Ухаживал за животными, учился в верховой езде. Сейчас Михаил является одним из самых опытных кавалеристов Самарской конной полиции, обучает стажеров и делится со своими коллегами-полицейскими секретами работы со своенравными, но грациозными животными. Наша служба подразумевает работу при массовом скоплении людей. Люди совершенно разные. Кто-то может крикнуть ноту, ну, как привыкли в деревнях. Наши кони таких команд не знают. У нас запрещено их использовать. Для чего? Конь, если услышат, он ее просто не поймет, он ее не воспримет на слух. Наши кони, есть определенный перечень команд, внутренний, даже свист. Свист, разная тональность, разная продолжительность. Я могу коня остановить, заставить пойти. Могу с различным малюром его заставить идти. На галопе. С галопа перейти на рысь или на шаг. Михаил рассказывает, что главное в профессии это любовь к животным, без которой в полиции делать нечего. Поэтому забота о лошадях дело первостепенное. Как можно не любить этих прекрасных животных, я не понимаю. Если ты любишь животное, оно любит тебя на всю жизнь. Я начинал в этом взводе, у нас был орловский рысак, браслет. Когда он уже уходил на пенсию, его отвозили в Красный Яр. Вот вы не поверите, я стоял рядом с ним, у нас обоих слезы стекли. Это как будто оторвать от себя кусочек. Обычно конная полиция дежурит в парках и скверах города, там, где не может проехать патрульный автомобиль. Для обеспечения безопасности на пересеченной местности лошади – это идеальный вариант. Сегодня Михаил с напарницей Юлией патрулировали загородный парк. Особое внимание к велосипедистам. Полиция предупреждает, участились в случае краж велосипедов. Алексей приехал покататься в парк на велосипеде и попал в поле зрения конной полиции. С молодым человеком провели беседу, по его словам, очень полезную. Узнал нового то, что у каждого велосипеда есть серийный номер, по которому его можно отследить в случае кражи. Что велосипед нельзя оставлять без присмотра где-то на открытой местности, то есть или в подъездах, или на лестничных площадках, потому что он очень легко угоняем. И желательно пристегивать сетка замком. И обязательно записывать серийный номер велосипеда, чтобы не забыть, чтобы в случае кражи или утери где-то велосипеда можно было обратиться в полицию и найти его по этому серийному номеру. Сегодняшняя смена кавалеристов Михаила и Юлии закончилась. Но уже завтра они с новыми силами и чувством долга снова придут в парки и скверы Самары со своими верными друзьями. Ну, я так думаю, что прокомментируете, да, работу конной полиции? В составе полка ППС есть шестой взвод конной полиции, в котором несут службу 17 сотрудников, по штату их 25, но имеется небольшой некомплект, и 6 служебных лошадей. Я считаю, шестой взвод конной полиции это элита полка ППС. Лошади были переданы нам в столетии в этом году только, соответственно, сотрудники полка ППС на служебных лошадях службу несут в плохо проходимых местах, как правило, это парки, скверы. В основном службу на данный момент мы несем в загородном парке, в парке Гагарина. Также благополучно службу несли наши сотрудники при подготовке проведения 50-го всероссийского фестиваля имени Грушина на Грушинской поле они. Огромное количество положительных эмоций было от граждан, многие фотографировались, узнавали, как попасть и трудоустроить службу именно в конный взвод полиции, то есть это заинтересовало многих. Ну и продемонстрировали себя там достаточно эффективно, профессионально, пресекали административные правонарушения, как раз там в день гала-концерта был дождь, где тяжело было пройти пешком сотрудникам полиции, то есть конный взвод себя зарекомендовал очень положительно, за что были высоко оценены начальником главного управления по Самарской области генерал-арьцентра полиции Ивановым Игорем Геннадьевичем. Каждый сотрудник получил благодарность в торжественной обстановке в актовом зале главного управления. Ильдар Аминович, а вот помните ли вы свое первое раскрытое преступление и, конечно, свой первый выезд в качестве патрульного? Лука, это не буду, первый выезд, конечно же, не помню, а первое преступление помню, запомнил на всю жизнь, так как вместе со своим напарником службу несли, тогда их в Просновой называли стаканами, это были, сейчас это у нас стационарные посты полиции, очень красивые, находятся в общественных местах, ранее это были поскромнее будки, может быть, тоже обратили внимание, застали их, один из таких объектов располагался на Георгии Димитрова перед торговым центром «Орбита». Службу мы несли в круглосуточном режиме с напарником, перед вступлением на службу с нами также командир подразделения провел инструктаж, довел ориентировку, что уже несколько дней орудуют разбойники, которые совершают разбойные действия в отношении школьников, то есть в переменах отлавливают школьников на территорию промышленности, на Кировского района и под угрозу ножа отбирают телефоны. Мы эту ориентировку записали и, обходя маршрут патрулирования, примерно в метрах 50 одной из школ обратили внимание на двух граждан, которые вели себя подозрительно, были одеты не по сезону, проверили, нам они пояснили, что ранее судимые находятся под административным надзором и идут отмечаться в пункт полиции. Ночью? Это было днем, никаких противоправных действий они не совершали. При этом начали волноваться, мешкаться, мы их пригласили на этот стакан на орбиту, провели осмотровые мероприятия, обоих оказались при себе ножи, у одного за пазухой, у второго за спиной. Это отвели в пункт полиции, вывели рапорт подробный, что работы по приметам, задержали лиц с максимально схожих по приметам. В последующем до нас командир подразделения довел, что именно они совершали разбойное нападение и за ними более 16 эпизодов. Но это вам повезло, что они сопротивления не оказали. Если бы случилось так вообще, приходилось рисковать жизнь? Приходилось. К сожалению, приходилось, да, при проведении в основном массовых мероприятий. Но это наша служба, мы обязаны этим заниматься, для этого мы проходим подготовку, по боевой специальной подготовке, ну и занимаемся своим физическим развитием. Но никуда не ушли драки в ночных заведениях города, бытовые ссоры и граждане в алкогольном опьянении, как вы уже говорили. Скажите, вот количество таких сообщений от граждан сократилось или увеличилось? Ну, на мой взгляд, сократилось количество административных правонарушений и преступлений в сфере, связанных с распитием спиртных напитков. Ну и вообще, криминальная обстановка, на мой взгляд, становится более благополучной в Самарском регионе, наверное, благодаря тому, что многие места становятся более ухоженными, благоустроенными. Те же парки, скверы, в которые раньше, может быть, невозможно было заходить. То есть сейчас приятно находиться с семьей, с детьми. Ну вот, все-таки, с какими службами чаще всего вам приходится взаимодействовать сотрудникам ДАППС в профессиональной деятельности? Кто ваши первые помощники? В последнее время с многими службами не поверите взаимодействуем. Это и с отделом по вопросам миграции. Как ранее я вам говорил, уже проводим регулярно совместные рядовые мероприятия по выявлению иностранных граждан, нарушающих законодательства Российской Федерации. С сотрудниками по делам несовершеннолетних, с сотрудниками с отдела по наркообороту, взаимодействию, также отрабатываем ночные клубы, иные какие-то пятиинные заведения с целью выявления правонарушителей. Это является безусловно положительным опытом для сотрудников полка ППС. Благодаря таким рядовым мероприятиям и тесному взаимодействию с многими службами сотрудники становятся развитые со всех сторон, получают колоссальный опыт. Скажите, вот пускай мой вопрос сейчас для вас не будет банальным, но тем не менее, что нельзя делать на улицах города, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников ППС? Ну, как вначале и вы объяснили, я подчеркнул, совершать административное правонарушение, но зачастую даже при виде сотрудников полиции, к сожалению, некоторые граждане не понимают, какую ответственность они несут. И продолжают нарушать порядок. Продолжают нарушать порядок и распивают спиртные напитки и в нетрезвом состоянии находятся, в том числе и с детьми находятся в нетрезвом состоянии, к сожалению. Хотя сейчас вроде и благодаря вам все это освещается в средствах массовой информации в интернет-пространстве, но вместе с тем не все граждане еще понимают, что необходимо соблюдать порядок. То есть очень часто приходилось вам выслушивать от граждан такие фразы, а что тут такого, я ничего противозаконного не делаю, я никому ничего плохого не делаю, я сижу и спокойно отдыхаю. Вот что здесь можете сказать? Последний пример, как вы выразились, у меня было именно в эту пятницу, заступил я старшим по территории набережной, организовал работу своих нарядов и контролировал их. То же самое, спустился на пляж в компании людей, трое мужчин, двое женщин распивали спиртные напитки, уже изрядно были выпившие, на них жаловались окружающие, что находятся в состоянии алкогольного пьянения, матерятся, я им сделал замечание под видеокамеру, под видеодозор. Среагировали, как вы выразились, что здесь, что здесь такого, мы после работы отдыхаем, это набережная, она для всех граждан, не только для избранных, мы выпиваем, отдыхаем, порядок не нарушаем, но пришлось долго и убедительно разъяснять им, что распить спиртные напитки у нас допустимо только либо в специализированных Да, но какая административная ответственность грозит гражданам, которые нарушают общественный порядок? Давайте сейчас еще напомним о законе о тишине. Ну, за распитие спиртных напитков грозит штраф у нас административно, за появление граждан в состоянии алкогольного опьянения это, как правило, арест на одни сутки. Режим тишины у нас наступает после 23.00, естественно, после 23.00 нежелательно, точнее запрещено слушать музыку громко как с автомобилей, так и с иных каких-либо заведений. Если вызывают вас, и какую беседу вы проводите с нарушителями? Как правило, стараемся в первую очередь обойтись предупреждениями. Если гражданин понимает, то на этом останавливаемся. Если нет, то, соответственно, фиксируем факты административного правонарушения и документируем. Вы не раз в ответах на мои вопросы говорили о некомплекте вашей службы. Скажите, сложно ли к вам устроиться, что для этого нужно, и все-таки через какое время кандидат может приступить к работе и уже начать свою службу? Устроиться к нам несложно, но в основном необходимо соблюсти ряд требований, конечно, для граждан мужского пола. Это обязательно служба в армии должна быть. Это гражданин Российской Федерации от 18 лет. Наличие среднего образования, как минимум, ну и чтобы не было воспрепятствий по состоянию физического здоровья. Как я ранее говорил, то есть все кандидаты проходят медицинскую комиссию, она очень строгая, сложная. Если никаких критерий воспрепятствующих нет по физическому здоровью, то сначала это у нас комиссия по месту жительства проходит, по месту регистрации, потом в военно-врачебную комиссию проходит кандидат. Далее полиграф проходит и тестирование психологов. Только после этого уже становится стажером полиции. Стажировка длится, как правило, от трех до шести месяцев. После стажировки, если благополучно стажировку кандидат закрывает, он становится полноценным сотрудником полиции, одевает форму одирования и приступает к самостоятельному внесению службы. Есть ли среди этих желающих девушки, женщины? Девушек очень много. В последнее время, к сожалению, подчеркну к сожалению, большинство как раз девушек заинтересованы. Почему-то юноши, отслужившие в армии, не желают трудостроиться в милицию, в полицию. Ну что же, наше время подходит к концу. Чтобы вы хотели пожелать нашим телезрителям, я думаю, что у вас есть уникальная возможность обратиться сейчас с экранов, а не лично где-то в городе и предупредить, чтобы не нарушали. Пожалуйста. Ну да, добрый вечер всем уважаемым жителям города и гостям города Самары. попросил бы не совершать административного правонарушения и не нарушать общественный порядок на улицах нашего города. Ну а также, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям города, если есть желающие пополнить ряды нашей службы, то с большим удовольствием лично сам встречу, все разъясню, все подробности поступления на службу далее передам в руки компетентных сотрудников по работе с лично-составом и будем надеяться, что вы пополните наши ряды, так как наша служба, как вы сказали, опасна и трудна, и все-таки кто-то должен эту функцию также выполнять. Спасибо, а я не могу с вами не согласиться. Спасибо вам за очень интересное и самое главное полезное интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город С. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok